Многие представители смешанных единоборств любят говорить, что они были рождены бойцами. В случае с Эдсоном Барбозой, топовым легковесом в организации UFC, это сущая правда. Едва родившись, он тут же начал борьбу с самой смертью за право на жизнь. Лейла Барбоза, мать Эдсона, родила малыша в январе 1986 года. На три месяца раньше положенного срока. Даже современные медицинские клиники не гарантируют стопроцентного выживания недоношенного плода. Что уж и говорить об обычной больнице бразильского городка Новофрибургу. Доктора были откровенны с родителями Эдсона. Шансы выжить у мальчика невелики. Но врачи ошиблись. Эдсон Барбоза не собирался так просто сдаваться. Уже тогда проявился бойцовский характер, который позволял одерживать ему верх кровавых зарубок внутри октагона. Прошло четыре месяца до того момента, когда его, еще не полностью окрепшего, но готового жить без круглосуточного надзора, врачей выписали из больницы. Вскоре от болезненного ребенка не осталось и следа. Барбоза вырос с гиперактивного мальчика. Врачи посоветовали родителям перевести его энергию в спорт. Мать мальчика была бы рада прислушаться к советам умных людей. Но у семьи Барбоза не было лишних денег на спортивные секции. Очень кстати подвернулся социальный проект, который давал возможность детям из бедных семей заниматься бесплатно тайским боксом. И в восемь лет Эдсон впервые начал заниматься единоборствами. Он ходил в спортивный зал после школы каждый понедельник, среду и пятницу. Во время занятий по тайскому боксу Эдсону всегда не терпелось изучить новый удар или пинок. Именно тогда, во время первых тренировочных ударов по мешку, Барбоза понял, что хочет стать бойцом. Долгие годы тренировок превратили Барбозу в элитного бойца. Всего он провел 28 боев по тайскому боксу. 25 побед, 22 нокаутом и всего лишь 3 поражения. Вскоре он решил попробовать свои силы в ММА. Это было очень удачное решение. Свой первый поединок Эдсон Барбоза провел 17 апреля 2009 года против Аарона Стидмана, где победил техническим нокаутом. 13 июня 2009 он провел поединок против Ли Кинга, где победил нокаутом. А 20 ноября 2009 он провел с ним же реванш, где уже победил сам Дмишином. 19 февраля 2010 года нокаутом победил Набиха Барраката. 5 марта 2010 столкнулся с Хосе Фигерой, где победил также нокаутом. 11 июня 2010 техническим нокаутом победил Марсело Гуи Дичи. С момента дебюта в ММА Эдсону понадобилось всего лишь 6 поединков до титула чемпиона в легком весе. Ring of Combat – промоушене, в котором начинали свой путь бывшие чемпионы UFC – Мэтт Сера, Крис Уайдман и Фрэнки Эдгар. Зимой 2010 Барбоза провел свой первый бой в октагоне крупнейшей ММА организации мира UFC. Его противником был Майк Луло, проводивший, как и бразилец, свой первый бой в организации. У Эдсона на тот бой был простой, но очень эффективный геймплан – лупить по ногам до тех пор, пока ноги Майка не перестанут его держать. Они перестали держать его в третьем раунде. 19 марта 2011 – единогласным решением судей одержал победу над Энтони Джокуани. И вот что, мы видим, что прямо в голове – бом! – прямо на геймпл. И Энджи Куани был в большинстве болезнодного проблем. Вот он кричит, и он упал, и снизу внизу, что на ноги не поднялся, что это делает от него. И вот здесь – это мой спиннинг выбор, и Энджи Куани. И вот здесь – с декомом по Барбоза. 27 августа 2011 года на UFC 134 раздельным решением судей одержал победу над Россом Пирсоном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 14 января 2012 года нокаутом победил Терри Этима. Удар ногой с разворота поверг всех фанатов ММА в такой шок, что был признан нокаутом года. Единственным человеком из окружения Эдсона, который не видел этого нокаута, была его родная мать. Она не видела бой, потому что, как мне кажется, она думает, что тот парень тоже меня нокаутировал. Она просто не слишком в этом разбирается. 26 мая 2012 года потерпел свое первое поражение в профессиональной карьере на UFC 146 техническим нокаутом против Джейми Варнера. 19 января 2013 года техническим нокаутом победил Лукаса Мартинса. 6 января 2013 года на UFC 162 техническим нокаутом победил Рафаэлу Оливейру. Оливейро не мог продолжать. Во втором раунде его поединка с Эдсоном Барбозой он принял 23 удара по своей левой ноге. Последний удар свалил его на канвас, заставив рефери Херба Дина вмешаться. Я еще не видел, чтобы кто-то наносил подобный урон легкиками. Этот парень настоящий монстр. В тот вечер я не мог ходить. Такой боли я никогда не чувствовал после поединка. Согласно геймплану, я должен был идти вперед, как в боксе. Сблизиться с ним, а затем перевести на канвас. У меня не получилось это сделать. Сейчас я думаю, что тогда я совершил самую большую ошибку в своей карьере. Я подумал, хочешь стойки, давай стойки. Я был жестким бойцом, но решение это было очень глупым. Как только поединок начался, он ударил меня ногой по ребрам. Это был хороший точный удар. Все изменилось. Такой скорости, как у него, я больше не встречал. Меня окружают высококлассные бойцы. Но его удары ногами на другом уровне. Если не ошибаюсь, я не смог защититься ни от одного его удара ногами. Он слишком быстр и бьет в одно и то же место снова и снова. Ты вытерпишь первые несколько ударов, а что потом? Твое тело не выдерживает. Слишком сильная боль. Тело Кики я запомню на всю свою жизнь. Сначала происходит физическая боль. Затем она превращается в боль в твоем сознании. Ты чувствуешь себя беспомощным. Нога становится тяжелой. Ты не можешь как следует защищаться. Сильная боль снова и снова. Сложно оставаться на ногах. Дело даже не в боли, а больше в гордости. Ты так долго готовишься к бою, выкладываешься на максимум. После этого ничего не можешь сделать. Боль проходит. Но твой дух ранен по-настоящему. Чувствуешь себя куском дерьма. Так что болит больше внутри. Ты понимаешь, что тебя победил такой же человек, как и ты. В равном бою. Но ты ничего не смог ему противопоставить. 14 декабря 2013 года решением большинства судей одержал победу над Дэнни Кастильо. Дэнни Кастильо. Удушением сзади. 16 июля 2014 победил техническим нокаутом Эвана Дэннэма. Единогласным решением судей победил Бобби Грина 22 ноября 2014. 22 февраля 2015. Единогласным решением судей проиграл Майклу Джонсону. 25 июля 2015. Единогласным решением судей одержал победу над Полом Фелдером. 21 декабря 2015 года проиграл Тони Фергюсону. 23 апреля 2016 одержал победу единогласным решением судей над Энтони Петтиса. Но движение больше все-таки у Петтиса. Пытается вырезать углы и тейкдаун под занавес первого раунда не получается. Но насчет абсолютного преимущества я бы не стал говорить. Да, может быть, все-таки погорячился. Бой достаточно равный, ровный. Аплодирует Энтони Петтис этому судейскому решению со счетом 2-1 по раундам. Двое судей отдали победу бразильцам. Также единогласным решением судей одержал победу над Гилбертом Мелендесом 23 июля 2016. Аплодирует Гилбертом Мелендес. Барбоза вне конкуренции, если мы говорим о лэгкиках. Некоторые наносят их быстро, но их ударам не хватает мощности. Или же наоборот, удары сильные, но наносятся медленно. Барбоза хорош и в том, и в другом. Он невероятно быстр и мощен, не говоря уже о тактической составляющей его стойки. Как правило, в бою ты не чувствуешь боль из-за адреналина. Но после того, как он несколько раз пройдется по твоей ноге, ты почувствуешь результат. В какой-то момент он своими ударами доходит до нервов, и твоя нога перестает реагировать должным образом. Ты не можешь опираться на нее, ты теряешь контроль. Этот удар не стоит сравнивать с нокаутирующим панчем. Лучше сравнивайте его с рубкой деревьев. Ты не можешь без конца терпеть подобное. Я не упал после первого лак-кика, но за ним последовал второй. Проходит время, ты принимаешь уже седьмой удар и начинаешь осознавать. Я пропустил слишком много. Где-то во втором раунде моя нога начала отказывать после 12 или 13 попадания. Люди говорят вам после боя, почему ты не защищал свою ногу? Я отвечаю им, послушайте, я дрался с огромным числом ударников, и никто из них не бил так, как это делает Барбоза. Попробуйте остановить его лак-кики. Почему ты не увернешься от этого удара? От этого может и легко увернуться, но попробуй увернуться от удара Флойда Мэйвезера. Это совершенно другая история. Когда ваш адреналин зашкаливает, вы способны выдержать многое. Однако представьте, как Эдсон Барбоза наносит удар по вашей ноге, словно битой. Представьте, как его твердый оголен добирается прямо до вашего нерва. Вот какие ощущения вы испытываете. Я бы не согласился на еще один лак-кик от Барбоза даже за тысячу долларов. Если бы вам предложили 10 тысяч, я бы все равно посоветовал вам хорошенько подумать. Ваша операция на колени будет стоить намного дороже. 11 марта 2017 победил нокаутом Бенеэла Дариуша. Я ожидал, что этот бой станет настоящей войной. И вы, ребята, видели, это и было войной. Он жестко напирал, я отвечал. Он бил ногами и я бил в ответ. Я должен сесть и посмотреть этот бой. Я не особо доволен этим выступлением. Не знаю, сначала стоит его посмотреть. Но это была война. Настоящая война. Это то, к чему я готовился. А насчет твоего выступления? Что именно тебе не понравилось? То, что я не смог нащупать дистанцию. Особенно в начале боя. Я работал над многими комбинациями, связками ударов руками. Хотел удивить его ими. Но я не делал этого. Особенно в начале раунда. Не знаю, почему. Наверное, потому что я не мог выйти на дистанцию. Но мне нужно сесть со своими тренерами и выяснить, что произошло. Он жестко напирал. Все, что он выбрасывал. Он бил со стопроцентной силой. Пытался снести мне башню. Вы посмотрите на меня. Это был короткий бой. Три раунда. И вы видите много повреждений на моем лице. Моя нога очень болит. Моя рука. Он крутой парень. Определенно. Один из лучших в мире. Это то, к чему я тренировался. Я тоже один из лучших в мире. Как я и говорил. Я всегда тренируюсь к этому. К войне. Ты говорил, что уже готов к титульному бою. Но это сложный дивизион. И трудно понять, что тут вообще происходит. Верняк. Тут Тони, Хабиб и Конор. И трудно сказать, что будет дальше. Ты чувствуешь, что тоже находишься в этом списке. Что думаешь насчет всего этого? Я не знаю. Мне нужно сесть и взглянуть на все это. Сам не знаю, что тут происходит. И что произойдет в будущем. Но одно я знаю точно. Я заслуживаю титульного боя. Я уже долгое время в UFC. И я на хорошей волне. Я выиграл три своих последних боя. И я хочу драться пять раундов. Я не могу дождаться этого. Я очень воодушевлен шансом подраться пять раундов. И надеюсь, UFC дадут мне шанс. Ты бы предпочел подождать титульного боя? Или предпочел бы... Оставаться активным? Принимайте другие бои. Продолжать драться. Я надеюсь, что останусь активным. Я люблю это. Я дерусь не ради денег. Или чего-то подобного. А только потому, что люблю это всем сердцем. Мой крайний бой был в июле. И теперь я дрался только в марте. Это большой промежуток. Я не травмирован. Я на сто процентов здоров. Я хочу вкалывать. Я надеюсь, UFC дадут мне титульный бой. В скором времени я был бы рад этому. Разумеется, поединок с Тони имеет смысл для меня. Реванш. Когда мы дрались в первый раз, я принял бой только... За четыре недели. На коротком уведомлении. Это не оправдание. Он выиграл бой. Вы, ребята, видели это? Почти два раунда. Это была настоящая война. И представьте, что мы с Фергюсоном будем рубиться пять раундов. Это было бы сумасшествием, парни. Пожалуйста, UFC, дайте мне шанс. Я узнал эти новости, и, конечно, я очень рад. Боялся ли ты, что он не примет этот бой? На самом деле нет. Хабиб отличный боец. Он настоящий боец. Я знал, что если ему предложат этот контракт, он его подпишет. Ты уже некоторое время поддерживал идею этого боя. Был ли ты уверен в том, что он действительно состоится? Да, потому что это встреча двух лучших легковесов. Он определенно один из лучших. Я один из лучших. Поэтому этот бой очень интересен. Все сразу же очень обрадовались этому бою. Но при этом многие стали шутить, что Хабиб не сможет выйти на него. Что ты думаешь об этом? Беспокоит ли тебя прошлое Хабиба, связанное с травмами и невыходом на бой? Совершенно нет. Я знаю, что травмы случаются. Я думаю, что я ни разу не выходил на бой в стопроцентной форме. Постоянно случались какие-то травмы. Не слишком серьезные, но все-таки... Такие вещи случаются. Они могут случиться с кем угодно. Может быть, я получу травму в своем тренировочном лагере. Такое случается, но меня это не пугает. Насчет травм. У тебя самого была серьезная травма. У тебя была операция на плече. Как дела с этим? И ты дрался с Бенилом Дарьюшем, будучи травмированным? Да, я получил очень серьезное повреждение. Я, по сути, дрался с одной рукой. И, слава богу, я ударил коленом в нужное время. Как я и говорил, травмы случаются постоянно. Я тренируюсь очень упорно. Я уверен, что он тренируется очень упорно. Я не могу с этим ничего поделать. Если ты не тренируешься, то тогда и не будешь получать травм. Но с такими тренировками все возможно. Надеюсь, что это не случится с ним и со мной. Если говорить о самом поединке, многие считали, что это не очень удобный для тебя бой. Но при этом ты сам хотел получить Хабиба в качестве соперника. Можешь ли ты рассказать, почему тебе нравится этот бой стилистически? Я рад этому бою, потому что он один из лучших бойцов в мире. Я всегда хотел драться с лучшими бойцами в мире. Ради этого я тренировался всю жизнь. И поэтому я очень рад этой возможности. Я буду драться с одним из лучших. В этом дивизионе получилась довольно сложная ситуация, потому что мы никогда не знаем, когда вернется чемпион. Может быть, у него будет трилогия с Диасом. Есть временный чемпион. Если ты победишь Хабиба, то чего ты будешь ожидать дальше? В случае победы над Хабибом я определенно хочу драться за титул. Будет ли это бой с Конором или бой с Тони? Я больше хочу драться с Фергюсоном, потому что я считаю, что он настоящий чемпион. Так что если я выиграю, то я надеюсь на бой с Тони Фергюсоном. Как ты думаешь, встретится ли Конор с Фергюсоном в следующем поединке? Или он будет драться с Диасом? Я не знаю. Это невозможно узнать сейчас. Я знаю только одно. Я хочу драться с ними со всеми. Я хочу драться с лучшими. Но я думаю только о своем поединке. Но беспокоит ли тебя то, что в этом весе есть много классных бойцов, но при этом чемпион не отстаивает свой титул или бьется с теми, кто вообще не находится в топе этого веса? Беспокоит ли тебя это? Нет, я не думаю об этом. Я думаю только о себе и о своих боях. Как я и сказал, по моему мнению, Тони Фергюсон сейчас настоящий чемпион. Поэтому если я одержу победу, я буду драться с ним. Фергюсон первый, Хабиб второй, я третий. Если я выиграю, я буду драться с Тони. Если Хабиб выиграет, я думаю, что он будет драться с Тони. Но он настоящий чемпион. Готовишь ли ты что-то особое для тренировочного лагеря, чтобы подготовиться именно к Хабибу? Нет, я всегда тренируюсь очень упорно. Я всегда отдаю все силы, без остановок. И что я узнал от своих тренеров, так это то, что нужно всегда стараться на 100%, не обращая внимания на соперников. Нужно получать удовольствие от процесса, стараться изо всех сил и надирать задницы. И это все. Но ничего нового, ничего другого я делать не собираюсь. Не секрет, что скорее всего он попытается перевести тебя в партер. Думаешь ли ты о том, что сможешь засобмитить его со спины, или остановить его тейкдаун с помощью колена и так завершить бой? Ну, это смешное единоборство. Это бой по правилам смешанных единоборств. И если у меня появляется возможность, я могу завершить бой где угодно, в том числе и в партере. Конечно, это ММА. Я собираюсь хорошенько повеселиться, и я готов завершить бой где угодно. Будешь ли ты особое внимание уделять тем ситуациям, когда ты оказываешься на спине, готовясь к бою с Хабибом, учитывая, что он может успешно провести тебе тейкдаун? Да, потому что это моя любимая часть работы в партере. Я люблю работать со спины. Я действительно это люблю. Но в целом, как я и сказал, я ничего особого делать не буду, просто буду получать удовольствие, как и всегда. Сейчас, когда этот бой подтвердили, официально он еще не назначен, но по сути он уже подтвержден. И ты уже не раздумал о нем. Есть ли у тебя в голове сценарий, по которому ты одержишь победу? Представлял ли ты, как этот бой может закончиться? Да, я думаю, что это будет очень большое шоу. Это будет важное шоу, кард пейпер вью, просто идеал. И я очень рад, я очень заряжен на этот бой. Действительно идеальное время, и я готов. А что в Хабибе такого выдающегося? Он слишком силен. Он натурально слишком силен для этих легковесов. Хабиб может работать со мной на равных в клинче. И я такой, как это вообще возможно? Очень, очень жаль, что у него появилась эта репутация. Человека, который не делает вес, потому что он не сделал вес в такой важный момент. Но это же совсем не так, потому что он много раз делал вес, и значительно больше, чем он его не делал. Он всего раза два провалил вешалку, а делал вес раз семь. Так что этот чувак делает вес. Забудьте об этом. Что же касается его навыков, он просто лучший и точка. Я постоянно наблюдаю за ним в зале и думаю про себя охренеть вообще. Он очень похож на Кейна Веласкеса во время восхождения к Олимпу. Он просто уничтожает всех. Твое мнение о поединке с Барбозой это непростой бой для Хабиба. Согласен, это совсем непростой бой. Да, это непростой бой, потому что Барбоза непростой парень. Но Хабиба просто так психологически и физически не сломить. Это не тот парень, который просто так сдастся. Он не будет стоять и принимать лоу-кики, ничего не делая. Это непростой поединок, но Хабибу сильно работает над тем, как контрить эти лоу-кики и удары ногами вообще. Стоит преодолеть тяжелое начало, и у тебя появляется шанс, как было в бою с Фергюсоном. Просто преодолей тяжелое начало, и у тебя появляется шанс на победу. Хабибу предстоит преодолеть себя, но я считаю, что он просто лучший в мире. Окей, прежде чем мы закончим. Если не просто говорить, насколько Хабиб хорош, а вот можешь ли ты назвать мне что-то, что делал Хабиб в зале? Типа, что снесло мне крышу? Ага. Ну, тут пальцев рук не хватит. Но наблюдать, как он в полную силу работает два раунда со Сламом Махачевым, затем раунд или два с Джошем Томпсоном, потом еще раунд или два со своим младшим брательником Умаром, а затем еще последний раунд со своим двоюродным братом, который выступает в полусреднем весе в WSOF, я смотрю на это все, и он на протяжении всех раундов контролирует их ход. Я видел, как он спаррингует с Люком Рокхолдом, и я сейчас вот нисколько не вру. Я видел, как он спаррингует с Люком в клетке, и Хабиб прекрасно справлялся. И я не говорю, что он избивал Люка, потому что Люк, я считаю его одним из лучших в мире, вне зависимости от весовой категории, но Хабиб ему не уступал. А когда с ним спарринговали в клетке легковесы, это просто сумасшествие, что он творил. Он просто сумасшедший, и он всегда пашет в зале. Вот, например, мы бегали на стадионе спринт на 400 метров. Ну вот прям спринты на 400 метров по кругу, да? Да, Хабиб Мендес заставлял их бегать спринты. Для тех, кто этого никогда не видел, это как олимпийцы бегают спринт на полный круг. Да, Хабиб гонял их кругами по 400 метров, но он давал им очень мало времени. Так, у тебя есть минута и 8 секунд. Я такой слышу это, чего? Понятно, что это не показатели олимпийских бегунов, но когда ты бежишь уже четвертый круг, и тебе говорят, у тебя есть 65 секунд, да фиг ты успеешь. Но они успевают. Сумасшествие. Да, Хабиб просто сумасшедший. Он настолько сумасшедший, насколько это вообще возможно, причем во всех смыслах. Слышали бы вы, что он мне постоянно загоняет? С ума сойти. Но я люблю этого парня. Это, конечно, не титульный бой между Сайборд и Холл, но да, черт возьми. Хабиб Нурмагомедов против Эдсена Барбозы. Для меня этот бой имеет огромное значение. Второй и третий номера легкой весовой, которая, как мне кажется, одна из наиболее плотно укомплектованных. Легкие и полусредние веса. Там полно хороших бойцов. Трудно сказать, какая из них больше укомплектована, но черт возьми, как мне нравится этот бой. Ну просто вообще. И похоже, что Нурмагомедов, по крайней мере, по словам Кормье, он сказал, у него новый тренер по физической подготовке, и новый диетолог, новый специалист по питанию. Больше никаких тирамису, да? И речи быть не может. Он заставляет его придерживаться строгого плана по питанию, и сейчас тот стал намного стройнее. До боя-то осталось сколько там? Две недели? Бой тридцатого, а сегодня? Через три недели. Короче, очень интересный, очень интригующий бой. Бля, я весь на измене, потому что Барбоза, несомненно, один из лучших страйкеров в дивизионе, и в стойке у Хабиба права на ошибку не будет. Потому что Барбоза уж точно сможет потушить ему свет. Да точно. Это лучший ударник из тех, с которыми встречался Хабиб. Вспомним его бой с Джонсоном. Хороший ударник, он поймал его. Он зацепил его, потряс, и мы впервые увидели хоть какие-то трудности, с которыми столкнулся Хабиб. Какие-то реальные вызовы, проблемы для него. Но когда бой перешел на землю, естественно, он выбил из него все дерьмо. 24 победы, выдающийся рекорд. 24-0, и так раскатать всех подряд. Ему сколько сейчас? Лет 30, да? 29-30? Не знаю точно его возраст, но мне кажется, он еще не на пике. Так, что у нас тут? 29. Да, он буквально в двух шагах от своего пика. Если сможет оставаться здоровым, ну то есть у него было много травм, если будет здоровым, черт, прям страшно, что он сможет сделать. Ну а Барбозе, все, что надо, это оставаться в стойке. У Барбозы очень неприятные лэгкики. Он единственный боец UFC, который нокаутировал противников лэгкиками. Он нокаутировал Рафаэлла Оливьера лэгкиками. И Майка Лулло. Оба технический нокаут лэгкиками. Понятия не имею, как я это запомнил, но его лэгкики настолько зверски быстрые, что ты больше нигде таких не увидишь. Ни в какой весовой. Его свич-кик самый быстрый, который я только видел. Бля, это невероятно! Когда он бьет его... Ты понимаешь, что это была левая нога? Боже мой! Складывается такое впечатление, что он бьет этот удар в два раза быстрее, чем другие бойцы мирового уровня. Свич-кик. Так, а это что? Интересно. Удар пяткой с разворота. Быстрее, чем обычный хат-кик у большинства бойцов. Да, эти его удары с разворота это что-то. Обалденный ударник. Но главная интрига, сможет ли Нормагомедов повалить его на землю? Сможет ли Барбоза остановить тейкдауны, и какая тактика у него будет в стойке? Или он будет драться открыто, не обращая на них внимания? Или он будет ждать их, стараться встретить ударами, будет постоянно беспокоиться о них, стараться защититься? Ну а что касается грэплинга, то здесь Нормагомедову никто не смог составить конкуренции. Он настолько силен, черт его дери. Даже Рафаэль Досанес, обладатель черного пояса, который сам всех раскатывает, Нормагомедов и его переборол. В бою и с ним парни ломаются, когда читаешь у них на лице, «Блядь, я ничего не могу с ним сделать». Вы разборясь с медведями, да? Так и есть, это правда. Моя жена не верила, пока я ей не показал. Она такая, «Какого черта они делают? Это же ребенок. Почему ребенок дерется с медведем? Ему там 6 или 7 лет, а медведь его за руку кусает». Если он будет на дистанции, он сможет найти дырку, пробить и выиграть. Но если Хабиб доберется до него, то повалит на землю и заставит сдаться. Черт, побери, я не знаю. Если Хабиб сможет сделать вес, и если Барбоза не остановит его тейкдауны, то, конечно, Хабиб выиграет. Но если Барбоза навяжет ему бой стойк, он может победить. Трудно не принимать в расчет Хабиба, но я дрался с Эдсоном. Я думаю, сейчас он уже другой боец, не то что два года назад. К тому же он всегда успешно укладывается в вес, и бой будет во многом зависеть от того, в каких кондициях будут находиться бойцы. Хабиб чемпион. Конечно, он выиграет. Я думаю, довольно легко. Я думаю, что после этого он должен драться за титул. Не думаю, что Макдегат вернется. Посмотрим. Нурмагомедов 24-0, а в UFC 8-0. Трудно игнорировать. Такой рекорд. Мне кажется, что Барбоза должен попытаться встретить его, когда он будет сближаться. Если нет, все будет так же, как с остальными. Нурмагомедов повалит его, замучает и выиграет решение. Я думаю, что Хабиб победит. Я выбираю Барбозу. Вообще, дай бог, чтобы этот парень, как бы там его не звали, сделал вес. О, черт, вот это бой. Обожаю этих парней. Я фанат Хабиба, чувак. Я фанат Хабиба. Я думаю, что он выиграет. Думаю, что он выиграет этот бой. Конечно, он не будет для него легким, возможно, успехи с обоих сторон, но думаю, он выиграет. Я думаю, Хабиб затащит его вниз. А если ему это удастся, то... А там будет очень трудно справиться с его давлением. Барбоза, то есть, извините, Хабиб выиграет без сомнения. Ну как без сомнения, это же бой все-таки, понимаете? Я думаю, что Хабиб сблизится, проведет тейкдаун, и все будет кончено. Тяжело ставить против него. Конечно, это хороший бой. Я не думаю, что каждый будет способен удерживать Эдсона на полу. Хабиб, да. Я не так уж и много боев его видел, все-таки он довольно редко дерется. Так что посмотрим, на что он способен. Я очень надеюсь, что в этот раз он выйдет и сделает вес. Однажды я видел его между боями, и это большой парень. Уж не знаю, сколько там, килограмм 95, наверное, но по размерам, как полутяжелый вес. Он боролся с Люком Рокхолдом, и тот ничего не мог сделать. Он удерживал его. Это большой парень. Не знаю, как такие ребята в вес укладываются. У него тренировочный лагерь, наверное, превращается в лагерь по весогонке. Может быть, поэтому он так часто и не выходит в клетку. Я выбираю Барбозу, потому что мне кажется, он очень хитрый, очень быстрый. За последние несколько лет он был очень активным. Постоянно становился лучше, поэтому я выбираю его. Полагаю, что Хабиб выиграет. Конечно, если Барбозе удастся попасть по нему в стойке, я думаю, что он может выиграть бой. Но Хабиб уже встречался с ударниками, и все было как обычно. Я выбираю Хабиба. Три раунда решением судей. Или, может, остановка боя из-за сабмишена. Мне нравится Эдсон. Эдсон был одним из моих... Мне очень нравится его стойка. Пожалуй, одна из лучших во всем UFC. Когда я только вникал в это дело, его лекики были просто убийственны. Но уровень борьбы Нур Магомедова это просто... Это чересчур для того, кто не занимался борьбой в прошлом. Если Хабибу удастся сделать вес без проблем для здоровья, потому что сгонка для лимита легкого веса для него это очень тяжелое. По крайней мере, из того, что я слышал. Если он повалит его на пол, то против него деньги не поставишь. Парень хороший в своем деле. Но Барбозе это очень разнообразный боец. Как ударник и вообще по своему арсеналу. Если ему удастся оставаться в стойке, то мне кажется, он может закончить бой нокаутом. Но если Хабиб его свяжет и повалит на пол, то он уже не встанет. Потому что он удерживал блядь и не таких бойцов. Поэтому, повторюсь, если бой будет проходить в стойке, то если в стойке, то выиграет Барбоза, если Хабиб переведет его на землю, то выиграет он. Если Хабиб переведет бой на пол, это будет плохо. Вообще, мне кажется, что Эдсон стал намного лучше в партере. Но Хабиб будет удерживать его и в партере он победит его без сомнения. Если будет стойко, победит Эдсон. Но мне кажется, Хабиб все равно проведет тейкдаун. Поэтому Хабиб с обмишином или брутальным граунд энд паундом я выбираю Барбозу. Однозначно, Барбоза. Я знаю, что Барбоза в прошлом бою хорошо выступил, но что касается Хабиба, даже я не знаю. Не знаю, кого выбрать. Мне кажется, тот, кто задаст темп в начале боя и возьмет инициативу, тот и должен выиграть. Если выиграть Барбозу, то я думаю, что решением. Если он хорошо сможет набрать очков в начале боя, а потом избегать тейкдаунов, потому что я не думаю, что он сможет сломать Хабиба. Хабиб, этого парня будет очень трудно убрать с дороги. Мне кажется, Барбоза может побить его только если хорошо попадет в начале боя, как бы немного замедлит его, и потом будет набирать очки. Последние дни все хотят говорить только о Хабибе и о том, сделает ли он вес. Ты думаешь об этом? Тебя волнует, сделает он вес или нет? Меня это совсем не волнует. Я об этом абсолютно не думаю. У меня сейчас куча мыслей о самом себе и о проблемах других парней. Нет, меня это совсем не волнует. У тебя было много боев против крутых парней, но многие говорят, что это самый сложный твой бой. Он хороший борец и самый крупный парень в дивизионе. Ты тоже думаешь, что это твой самый сложный бой? Нет, я думаю, что это всего лишь очередной бой. Я уже дрался с лучшими бойцами в мире, и я могу побить кого угодно, кто выйдет против меня. Это всего лишь очередной бой. И все. Люди верят в то, что победитель этого боя в дальнейшем будет драться за пояс. Ты веришь в то, что это произойдет? Да, определенно верю. Я или Хабиб выиграет этот бой и в дальнейшем поспорит за звание чемпиона. Это довольно непонятная ситуация. С одной стороны у нас Коннор, с другой Тони Фергюсон. Что ты об этом думаешь? Как думаешь, как будут развиваться события? Да, это сумасшествие, но, как я уже говорил много-много раз, Тони для меня действующий чемпион. Он заслужил этот пояс. И я надеюсь, что мой следующий бой будет именно с Тони. Ты тренируешься в фантастической команде. Как много внимания при подготовке вы уделяли борьбе? Это ММА, и невозможно уделять внимание чему-то одному. Я работал над своей ударкой, я работал над своим джиу-джитсу. Я тренировался каждый день и уделял внимание каждому из аспектов. И это придает мне уверенности. Сейчас я знаю, что я готов к этому бою. Все сейчас говорят, ударник против борца. Это как олдскульный ММА. Ты согласен с этим утверждением? Абсолютно нет. Я выхожу против такого же бойца ММА. И, как я уже говорил, я готов к этому бою. И я уверен, что Хабиб тоже готов. И к бою в стойке, и на земле. Он один из лучших в мире, я один из лучших в мире. Мы покажем хорошее шоу. 31 декабря 2017 года столкнулся с Хабибом Нурмагомедовым, где его Хабиб просто разгромил, победив единогласным решением судей. Очевидно, что у Нурмагомедова были проблемы перед UC-29, который предшествовал этому яркому бою с Барбозой. Тогда он не уложился в вес и попал в больницу. Вот чем он отличается от других. Ты заходишь так далеко, что врачам приходится убеждаться, не умрешь ли ты. Поэтому они доставили его в больницу. Ясно, что после такого им пришлось что-то менять. И бля, этот вечер пятницы, то есть я хотел сказать субботы. Да, это было просто супер. Иногда это очень странно, когда кто-нибудь, причем в любом спорте, когда ты видишь кого-то, как Майкл Джордан в лучшие годы, этого парня просто было не остановить, как будто на поле был один он. И здесь то же самое, как будто Нурмагомедов один был в клетке. Причем все происходило так неумолимо во всех аспектах. Неотвратимый тэкдаун, уверенность в себе. Ты ударил его? Поздравляю. А теперь ты сидишь на жопе, получая удары в лицо раз за разом. Ты не можешь встать, и тебя размазывают. И все без остановки. И он проделывал все это против отличного бойца. Да, и не забывай, Барбоза это фантастический боец. А он заставил его выглядеть, как будто... Посмотри на его лицо, когда они встали. Барбоза всем своим видом говорил, ты был лучше меня. Это почти как... Как будто он даже не расстроился. Он никогда не видел такого превосходства. Типа, пора снова за партом. Еще я был очень удивлен, что Барбоза дожил до конца боя. Это было впечатляюще. Просто быть на это способным с противником, который так превосходит тебя, таким как Хабиб. И это говорит нам о том, каким мирового класса бойцом все-таки является Барбоза. Он пробивал ногой с разворота в третьем раунде и даже один раз попал, но видно у него не осталось динамита. Но черт возьми, он до последнего пытался выиграть бой после того, как его избивали на протяжении восьми с лишним минут. Ты знаешь, на что в бойцах я стараюсь обратить внимание, когда я смотрю бои? На их лицо. На их лицо между раундами. Я смотрю, не сломались ли они. Витар Белфорд против Фрэнди Кутюра, помнишь их тогда на полу? Когда раздался звук об окончании раунда, они просто выглядели измотанными. Когда ты смотришь на лицо бойца между раундами, и он как будто думает, что же мне дальше с ним делать? И тогда ты понимаешь. Вот что отличает мальчика от мужчины. Так ты понимаешь, на столь процентов парень здесь, или он в мыслях уже куда-то ушел. Я думаю, что Барбоза, конечно, был избит, но он не был сломан. Если подсчитать все время, которое он подвергался избиванию, то это, наверное, будет около восьми минут. Я ведь тогда сказал минуту, а не раунды, да? Думаю, что это будет примерно восемь минут, когда он находился снизу, и его избивали. Ну, а все остальное, это его движение по отступлению. Он пытался уйти, бросал лэккики, делал просто все, что мог, чтобы сохранить дистанцию. Но восемь гребанных минут он просто не поднимался. Да сколько бы ни было, из него выбивали дерьмо. Он пытался выиграть бой. Он не мог, но он не сломался. Тедди Атлант сказал, бойцы заключают соглашение. Я перестану пытаться выиграть, если ты перестанешь делать мне больно. И Барбуза ни разу такого не сделал. Типа, оставь меня в покое, уйди, дай мне встать, и тогда будешь бить меня. Он ни разу такого себе не позволил. И он не смог найти ответа. А какой был счет на карточках? Прикол в том, что он здесь все раунды выиграл, да? Там была старая система подсчета. Спортивная комиссия в Неваде не приняла новые правила. Для тех, кто не знает, новые правила делают легче различия между 10-9, 10-8, 10-7, с чем я, в принципе, согласен. В Неваде их не приняли. То есть это старые 10-8? Да. Что интересно, Нур Магомедов напоминает мне старые добрые времена, когда бойцы были... Ты ведь помнишь, что раньше бойцы не имели такого мощного бэкграунда борьбы или джиу-джитсу? И когда они встречались с борцом, они... О боже! У них не было такого опыта. Они чувствовали, как будто поезд их сбил. Это можно было у них на лице прочитать. О, черт! Я никогда с таким не встречался. Учитывая уровень, на котором тренируется Барбоза, наверняка он тренируется с крутыми парнями, со всеми этими мастерами джиу-джитсу и так далее. Когда ты читаешь у него на лице, вот это давление! Вот что впечатляет. Ведь сейчас секрета техники больше нет. При подготовке больше не идет такого разделения на боевое искусство. И то, что ты... И когда ты читаешь это в чьих-то глазах, такие эмоции ты должен испытывать не в бою, а на тренировке. Когда ты получаешь такой опыт на тренировке, то в бою все нормально. У Барбоза был такой вид, никогда в жизни с таким не сталкивался. Вот что было удивительно, учитывая современное развитие техники. Кевин, это был по-настоящему насыщенный месяц для легкой весовой. Ты, наверное, сидел, наслаждался большими боями и наблюдал, как все проясняется? Да, но мне кажется, там еще много проблем. Особенно то фиаско в Бруклине. Однако за это я беру ответственность на себя. Скоро я со всем этим разберусь. В этом бою люди увидят, какое будущее ожидает легкий дивизион. Ты сказал, берешь ответственность на себя? Да, если бы я вышел полностью здоровым на бой с Тони, в прошлом октябре, все было бы по-другому. Но ничего страшного, я об этом позабочусь. Я исправлю все это в следующие месяцы. Какие у тебя впечатления от боя Гэджи Парье? После боя Дастин сказал, что он должен быть следующим претендентом на пояс. Что думаешь об этом? Это был крутой, улетный бой. Думаю, что это как раз то, что хотели и UFC, и фанаты. Когда я смотрел на это, как соперник одного из них, я не увидел ничего такого, что бы меня удивило или заставило задуматься. Особенно с точки зрения претендента на пояс. Если это то, что хотят UFC, то я ничего говорить не буду. Это их работа устраивать бои. Но как фанат, я не знаю, что он сможет привнести в титульный бой. Я вообще сомневаюсь, что он является бойцом чемпионского калибра. А как насчет Эдди Альвареса, который, сидя где-то на обочине, продолжает говорить? Я уже достоин титульного боя. Извините, но когда тебе предложили бой, и ты сказал, что слишком толстый... Да ладно. Давай за дверь, ты не готов. По-моему, он уже одной ногой ушел из UFC. Я могу дать ему пинка, если меня попросят. До того, как утвердили Эдсена Барбоза, я хотел бой с Альваресом, но этот парень уже на пути к завершению карьеры, а мне нужны вызовы. И в эту субботу я это докажу. Короче, если будет яркий бой, ты станешь претендентом номер один? Да, посмотрим, как все повернется. Пока что я должен быть сфокусирован на Эдсене, потому что он собирается сбить мне голову ногой. Я должен постоянно быть на пике. Короче, увидим. Но пока, Эдсон. Еще до того, как Хабиб стал чемпионом, ты вызывал его, хотел боя с ним. Пока что никто не смог побить его. Что у тебя есть такого, из-за чего ты думаешь, что тебе это удастся? Я просто знаю это. И вызывал его уже последние два-три года. Они дали ему бой с парнем, который за пару недель до этого говорил, что боится его и не станет с ним драться за огромные деньги. Готов надрать ему зад хоть сейчас за 50 штук. Ты упоминал, что стафилококковая инфекция повлияла на тебя в бою с Тони. Как ты себя чувствуешь сейчас? Чувствую себя хорошо, тело в прекрасной форме. Я думаю, некоторые фанаты увидят разницу. Сейчас я легче, чем когда-либо. Сократил жир до 4%. Физически и ментально чувствую себя прекрасно. Стресса нет. Кстати, это не в последнюю очередь связано со всякими инфекциями, но в этом лагере мы уделяли очень большое внимание тому, чтобы это не повторилось. Ты уже говорил о его ударах ногами. У него в рекорде есть несколько нокаутов за счет них. На что еще ты смотрел и какой для себя ключ к победе? Я смотрел на все, ведь он один из лучших ударников в легкой весовой. Он долго шел к вершине и он довольно цельный боец и постарается поработать над своими дырками, но он никогда не проигрывал дважды. И даже если какие-то пробелы высветились, например, в бою с Хабибом, он постарается их закрыть. В общем, ожидаю его лучшую версию. Я чувствую, что я самый цельный боец в дивизионе и я смогу найти у него дыр, о которых он даже не знает. Кажется, ты где-то говорил, что этот бой будет для него худшим в жизни, хуже, чем с Хабибом. Однако, такое ощущение, что между вами нет личной неприязни. Это было заявление для UFC и для фанатов, да? В первую очередь для себя самого. Я чувствую, что если мой настрой совпадает с первоклассной формой, никто не может побить меня. Поэтому в прошлом у меня были проблемы. Каждый раз, когда я проигрывал, это было из-за ментальных войн, из-за того, что я не мог владеть собой. Однако, чем дальше, тем больше опыта, я справляюсь все лучше. На UFC 223 Хабиб победил бойца, который даже не входил в топ-10. На него вылилось много критики за последние два раунда. А что ты увидел в том бою? Он был все тем же самым. И я говорил об этом уже много раз. Он был таким, каким я и ожидал его увидеть. Эл вышел на бой и попытался изменить свой геймплан, что-то придумать, внести изменения. Если бы он готовился специально под него, целый лагерь, бой был бы другим. И он уж точно будет другим, когда я доберусь до него. Чувствуешь ли ты на себе какое-то давление из-за того, что выступаешь в главном событии вечера? Да, ведь здесь же... Ведь здесь же еще два раунда. Бой начнется попозже, нужно будет ждать подольше. Это, конечно, требует кое-чего большего, но я хочу принять этот вызов. Я хочу идти навстречу трудностям, я не хочу оставаться постоянно в прелимах, отсиживаться и делать легкую работу, как некоторые другие парни. Пожалуй, что прессинг является лучшим оружием против барбозы. Извлек ли ты что-то из его боя с Хабибом, что поможет тебе? Как я и говорил, борьба — это его очевидный пробел, но я думаю, что он над ней поработал. Но я его на части разберу. Я воспользуюсь любой его слабостью. Я чувствую, что смогу сделать это где угодно. Что он даст, тем я и воспользуюсь. Я не буду специально на что-то смотреть, прессинговать там или еще что-то. Просто выйду и все покажу. Многие бойцы после поражения выходят на бой более мотивированными. Кому из вас нужно больше доказывать? Мы увидим это. Ведь мы, откровенно говоря, два лучших ответа в этом дивизионе. Когда дело дойдет до ментальной войны, до психологической, кто выиграет в ней, тот и победит. Это своего рода стержень, но я уверен в себе настолько, насколько это вообще возможно. Хотелось бы узнать, если бой пройдет поздно вечером, ты сумеешь адаптировать свои тренировки для этого? Да, конечно. Вот, например, вчера я не спал до полтретьего, до трех ночи. Занимался, потому что бой будет где-то в полночь, в пол первого. В общем, да, все это входит в подготовку к бою. До взвешивания меньше суток, сколько тебе еще гонять? Увидим, увидим. Я думаю, то, что я делал в прошлый раз, это была не очень хорошая идея, так что таким я не буду. Да, точно. В общем, чувствую себя прекрасно. Сегодня у меня был легкий завтрак, все идет по плану. Ты сказал, что сейчас ты самый легкий за всю свою карьеру, в лучшей форме. С чем это связано? С диетой? Со временем своего последнего боя я сильно не набирал. Я был дисциплинированным, придерживался диеты. Я уже знал, планировал, что вернусь и вернусь сильнее. Я сотрудничал со специалистами из Института эффективности UFC, меня проверяли каждую неделю и дали мне кое-какие рекомендации по питанию. Я не нанимал диетолога, как такового, но диета у меня на уровне. Эдсон, хотелось бы узнать, после UFC 223 многие критиковали Хабиба за то, как он провел бой. Поскольку ты и сам с ним дрался и знаешь его не понаслышке, ты мог бы рассказать свои впечатления от того, как Хабиб провел этот бой. Как он, по-твоему, выглядел в этом бою? Честно говоря, у меня нет никаких мыслей по этому поводу. Все смотрели этот бой и все понимали, что Хабиб делает что-то не то, включая его угол. Однако Хабиб доказал, что остается сфокусированным. Он хотел этого боя, хотел стать чемпионом. Для этого мы и здесь, чтобы драться. Если бы тебе предложили на выбор денежный бой с Коннором или реванш с Хабибом, что бы ты предпочел? Хабиб, сто процентов. Я ведь не ищу денежных боев, я боец. Я дерусь, потому что мне эта херня нравится. Не ради денег. Естественно, у меня семья, сын в Бразилии, мне нужно их кормить. Однако я влюблен в этот спорт и если бы меня спросили, то сто процентов конечно я бы выбрал Хабиба. Ты дерешься в главном событии против Кевина Ли. Что ты думаешь про него как про оппонента? Он известный треш-токер, но в этот раз он был вроде тихим. Что ты думаешь о нем и что тебе нужно для победы в эту субботу? Он великолепный боец. Мы говорим об одном из лучших бойцов в мире. В топ-10 он точно войдет. И я в предвкушении, я очень жду этого боя. Я должен показать лучшее, на что способен. Если я выложусь на все 100%, то я выиграю этот бой. Мы говорили с Кевином и он сказал, что кроме него ты, пожалуй, самый лучший ударник в дивизионе. Готовился ли ты под него как-то иначе, чем под других противников? Что-то изменил в подготовке, ведь он очень атлетичный? Да, не знаю. Ничего особенного не делал. Я просто каждый божий день убиваю себя в зале. Вкалываю так тяжело, как никогда. Ведь для меня это первый пятираундовый бой, главный бой вечера. И да, черт возьми, я в прекрасной форме. Чувствую себя отлично, готов показать класс. После боя с Хабибом ты проводил какую-то работу над ошибками? Да, конечно. Мы вернулись в зал, все посмотрели, изучили, что произошло в предыдущем бою, поняли, что поправить и давай тренироваться. Считается, что лучшее оружие против тебя это прессинг. Вы с Марком Генри думали над этим, работали? Да, знаете, конечно же мы думали над этим, но я скажу так, больше это не сработает. Если вы, ребята, меня знаете, то в следующих моих боях такого больше не будет. Как ты хотел бы выиграть в этом бою? Я хочу выиграть. Вот что главное. Остановкой, сабмишином, нокаутом, понимаете? По очкам. Я хочу выиграть этот бой. А вот и выберешь в главном бою вечера Эдсона и Лили. Эдсон просто зверь. Я называю его Человек-оружие. У него куча навыков. Он настолько опасен, что может завершить бой в любой момент. Я знаю, что многие вспоминают его последний бой с Хабибом. Да, он тогда провалился. Но все-таки он дрался против Хабиба. Таких соперников не так много. И я думаю, что Кевина Ли он вырубит. Кевин Ли будет много бороться. Будет прижимать Эдсона клетки. Не думаю, что он будет выступать на удобном для бокса расстоянии, так как у него недостаточно навыков, чтобы противостоять Эдсону в стойке. Ему нужно удерживать давление и занимать позицию сверху в партере. Думаю, его план будет похож на план Хабиба. Ударка Эдсона слабовата, когда он действует вторым номером. Я думаю, что Кевин Ли использует геймплан, похожий на план Хабиба. И посмотрим, как у него это получится. Я думаю, что Кевин Ли финиширует Эдсона во втором раунде. Если бой пройдет всю дистанцию, то тогда я выбираю Кевина. Он просто крупнее и хорошо использует давление. А Барбоза, в свою очередь, очень слаб под давлением. Но я думаю, если он хорошо попадет в начальных раундах, то у него есть все шансы выйти победителем в этом бою. Эдсон Барбоза отличный страйкер, но Кевин Ли может просто вымотать его, как это уже делал Хабиб. Так что я думаю, что это будет очень долгая ночка для Эдсона. Если бы я делал ставку, то поставил бы на Кевина Ли. Все зависит от того, кто навяжет свой геймплан. Тот, кто сделает это первым, тот и победит в этом бою. Если у Кевина получится перевести его в партер, то он его задушит. В этом и есть все отличия между ними. Я выбираю своего пацана Детройтского феномена. Я вижу его победителем в предстоящую ночь. Не знаю, как это произойдет, но он победит. Возможно, он это сделает за счет борьбы, а возможно, и за счет контроля в этом бою. Надеюсь, у него все получится. Думаю, он выиграет в этом бою. Мы все увидели недостатки Барбозы. Последние два боя показали, как его можно побить. Кевин должен сделать выводы из предыдущих боев Барбозы. Не думаю, что Ли это легкий соперник для него. Кевин должен использовать все наработки Хабиба. Он должен оказывать давление на него, не давать ему пространства и держаться на удобной для себя дистанции. Вот, собственно, и все мысли по этому поводу. Итак, Кевин Ли станет следующим соперником Эдсона Барбозы. Давайте взглянем на этот бой. Кевина я знаю немного лучше, не так давно я с ним спарринговался. Когда сессия закончилась, мы с моим напарником Джейком Смитом переглянулись и решили, что кое-что должны позаимствовать у Кевина. И первое, что он делает, это меняет скорость во время боя. Он может начать двигаться с определенной интенсивностью, но потом застает тебя врасплох резким ударом ноги. Он может начать движение с определенной скоростью, а потом бум-бум и резко ее меняет. Йоэль Ромейро делает так. Джордж Форман тоже. Приведу пример. Форман сделал так против Майкла Моррера. Форман говорил, что ему нужно было нанести этот сильный правый удар, но мне нужно было психологически настроить соперника, что я этого не сделаю. Поэтому ему нужно было замедлиться, уменьшить силу своего джеба, чтобы своими действиями заставить соперника опустить руки и затем бум-нанести удар. Я не могу с точностью утверждать, делает ли Кевин Ли это намеренно или нет. Но могу точно сказать, что со спортивной точки зрения очень сложно противостоять противнику, который постоянно меняет скорость. К тому же Кевин Ли отличный борец. Он будет пытаться идти вперед и нащупать своего соперника. Я бы советовал ему делать проход в ноги. У него в арсенале есть отличные приемы для этого, которые он также использовал против Тони Фергюсона в их титульном поединке. Это очень важно в греплинге держать нужное тебе расстояние. Если твой соперник на расстоянии больше вытянутой руки, то ты не сможешь достать до него. Ты должен постоянно приближаться к сопернику на расстоянии, на котором ты сможешь его коснуться. К тому же в такой позиции ты сможешь нанести удар. Затем подождать, когда он ответит и сделать проход. Именно так он сможет сменить позицию для тейкдауна. Если у него получится, отлично. Если нет, то он должен заставить Барбозу опасаться тейкдаунов все пять раундов. Получится у него или нет, но ему точно нужно показать, что у него есть этот прием в арсенале. 21 апреля 2018 года столкнулся с Кевином Ли, где проиграл техническим нокаутом. В бою с Барбозой он потряс тебе удар ноги с разворота в третьем раунде. То, как ты восстановился, это было изумительно. Барбоза просто выключал людей этой херни. Твои ноги полностью отказали тебе. Но, чувак, какой это был странный момент. Могло произойти что угодно, если бы он был не рядом с тобой, когда тебе удалось ухватиться и повалить его. Если бы он отошел назад немного. Интересно, да? Да, да. Я осознавал, что происходит. Я не отключался. И я думаю, что во многом, даже то, как я двигался, когда кто-то показал мне это после боя, я прямо ржал, умирал от смеха. Потому что, когда я был там, я не понимал, что происходит. А на самом деле у меня ноги как спагетти болтали. А под музыку видел уже? Парочку видел, мне понравилось. Я долго смеялся. Потому что ты победил. Это смешно, да? Ну, я думаю, что во многом, когда вы видели то, что было после того удара, когда я работал над своим футбоком, я занимался йогой и также танцевал немного. Какими танцами занимался? Каким-то балетом и сальсами. Потому что я про многих такое слышал. Вот, например, Ломощенко. Его отец заставлял заниматься танцами, бля, четыре года. Русскими народными танцами. И это улучшило его футбок. Да, я не так много занимался танцами, но я могу точно сказать. И, кстати, то, что вы видели в бою, это многое оттуда. Потому что, оглядываясь назад, единственный бой, в котором меня по-настоящему потрясли и уронили, это был бой с Леонардо Сантосом. Я помню, как я упал на лодыжку и сломал ее. Я сломал лодыжку в том бою, и когда я встал, я как будто шатался. После чего рефери Джон Маккарти вмешался. Поэтому много внимания я уделял своему балансу. Я потерял равновесие и увидел перед собой сразу четырех парней. Я такой, бля, пускай я буду драться вот с этим. С ума сойти. Мы знаем, как обычно тяжело повалить барбузу. Но ты был в этом так успешен, прям хватал его в тот момент, когда он шел, чтобы убить тебя. Если бы ты был его тренером, ты бы заорал, отойди нахуй от него. Верно? Его тренер ничем не смог ему помочь. Мне даже как-то жаль этого парня. Что ты имеешь в виду? Они могли бы заставить его выступить лучше. Во втором раунде я чувствовал, что могу закончить бой досрочно. Он был в панике, это было видно. А его тренеры еще усиливали это состояние. Они кричали ему, еще две минуты, продержись, еще две минуты. И я такой, да вашу мать, бля. Барбуза хороший парень. На самом деле, мне не хотелось сильно уж избивать его. Он проиграл два похожих боя. Две просто мясорубки подряд. Когда ты тот, кто пытается встать, а тебе противостоит тот, кто постоянно давит, постоянно давит на тебя. Люди не представляют, сколько стойкости нужно для того, чтобы просто встать. Это очень трудно сделать. Да, и мне кажется, самое главное здесь, это то, кто контролирует темп боя. И мне кажется, что я проделал неплохую работу. И повторюсь, даже когда он потряс меня ударом ноги, я вернулся и противостоял ему. Ты все равно взял раунд. Я хотел снова вернуться в стойку. Ты жестко попал по нему во втором раунде ударом ноги по корпусу. По нему было видно, что он перекрылся, и ему больно. Это был тяжелый удар справа по корпусу. Один из журналистов спросил, почему я стоял на его дистанции атаки. И я такой, я чувствовал, что я могу все. И это было правда, то, что я чувствовал. Я могу стоять на его дистанции. Хотя он самый взрывной, динамичный, назовите все, что хотите. Лучшие удары ногами во всем легком дивизионе. И я мог стоять на любой дистанции с ним и вести дуэль на ногах на равных. Я могу бороться с лучшими борцами, драться на ногах с лучшими кикерами и боксировать с лучшими боксерами. Почему не испытать себя, а не из тех, кто прячется и бегает? Он очень интересный боец, потому что удары ногами это его корни. Он и на руках неплох, но это не его сильная сторона. Он не из тех, кто выходит и швыряет бомбы. Да, но он их швыряет. Когда он попал по мне своей левой, я... Он попал по мне мощнейшим левым хуком в пятом раунде. Я подумал, черт, да он все еще опасен. Этот парень не сдавался до самого конца. Он достал меня мощнейшим левым крюком. Я тоже пробил ему левый хук, и я попал ему в глаз немного. Но он до самого конца был в бою, и... Да, у него есть мощь в руках. Со скольки ты скидываешь? Если я просто ничего не делаю, отдыхаю, то набираю до 88. А когда тренируешься? Скажем, недели за 4 до боя. Около 84. Да ты много веса гоняешь. Да, есть такое. Думаешь переходить в полусредний вес? Нет, пока нет такой необходимости. Потому что эти ребята, которые там выступают, там уже будут проблемы, связанные с ростом. Они там под метр восемьдесят пять. Это другое строение тела совершенно. Я ведь тренировался со многими топовыми полусредневесами. Это другое строение тела. Я больше подхожу для легкого веса. Думаю, в следующие несколько месяцев мы возьмем на вооружение кое-какие вещи, которые я уже готовил долгое время. Я рассчитывал, что не буду драться где-то до июля. Поэтому при подготовке к бою с Барбозой и мою новую диету, ее пришлось как бы... Если бы было еще восемь недель, тогда было бы можно. А так... Ты не уложился в вес, потому что оставил напоследок слишком много, или лагерь начинал слишком тяжелым. Дело в том, что я стремлюсь провести в состоянии обезвоживания как можно меньше. И мне кажется, вот эти вот ранние утренние взвешивания в них проблема. Потому что ты должен взвешиваться сразу, как только встаешь. Вместо того, чтобы как раньше, в 4 часа дня, ты мог бы сделать все это за утро. Да, за утро я мог бы довольно много согнать. То есть, если бы у тебя было побольше времени, ты бы уложился. Да, конечно, 100%. Когда ты видишь таких бойцов, как RDA, которые перешли в полусредний вес и выглядят там лучше, чем когда-либо, какие у тебя мысли? Этот вариант всегда открыт для меня. И если бы сейчас для меня был хороший бой, хороший вариант, я бы провел его. Просто сейчас, в полусреднем весе, они ввели этот говеный временный пояс, хотя там есть Тайрон, а наверху сейчас там застой, нет движения. В легком весе меня интересует больше боев, здесь больше вызовов. И парни, откровенно говоря, лучше. 15 декабря 2018 столкнулся с Дэном Хукером, где победил техническим нокаутом. Я выбираю Эдса на Барбозу. Джастин принимает слишком много ударов. Я не думаю, что если он будет принимать столько ударов, он продолжит хорошо выступать. Я выбираю Барбозу. Я считаю, что он более чистый боец. Думаю, что его удары ногами сыграют большую роль в этом бою. Выбираю его. Блять. В этом бою главное не идти в размены, отходить назад. Не знаю, кто победит, но главное вовремя отступиться. Я думаю, что в этом бою победит Барбоза. В своем последнем бою он одержал уверенную победу. Он наносил очень точные удары. Он очень хорошо двигается по октагону. Мы все знаем, есть только один способ победить Барбозу. Это повалить его и проводить бой в партере. И я не думаю, что Джастин хочет это делать. Мне кажется, Джастин привык идти в размены, постоянно выкидывать удары и быть в стойке. Но это работает не со всеми. Я это и на себе прочувствовал. Когда я выступал в полулегком весе и начал драться с ребятами из топ-10, я сразу почувствовал разницу. Их уровень очень отличается. Я тогда подумал, во блин, они совсем другие. И когда я начал продвигаться к топ-5, то я снова начал выходить против ребят с другого уровня. Топ-10 было сложно, но топ-5 это совсем другой разговор. И мне кажется, Джастин встретится с той же проблемой. Мне кажется, ему нужно менять свой стиль ведения боя. Но посмотрим. Я выберу Этсана Барбозу. Джастин Гейджи – забавный парень. Его бои всегда очень зрелищные. Но мне кажется, он недостаточно подвижный. Он не сможет избегать удары Этсана Барбозы. Мне кажется, Этсон будет наносить множество точных ударов, как руками, так и ногами. Но Джастина нельзя списывать со щитов. Он жесткий. Это будет крутой бой. Кто-то из них точно упадет. Но я выберу Этсана. Мне кажется, что в этом бою победу одержит Гейджи. Он достаточно напористый боец. Он сможет оказать достаточное для победы давление. Блин, мужик, я даже не задумывался об этом противостоянии. Раньше я тренировался с Гейджи. И, кстати, когда Барбоза только появился в UFC, я был уверен, что он станет чемпионом. Я большой фанат ударки, так что наблюдал за ним некоторое время. Даже не знаю. Я, наверное, назову Гейджи просто из-за его тактики терминатора. Если он ее использует, то, возможно, в третьем раунде додавит соперника. Но Барбоза бьет очень жестко. Это очень жесткий бой. Мне кажется, он станет боем вечера. Но кого выбрать, я не знаю. В этом противостоянии я выбираю Джастина. У Барбозы есть крутые удары и все такое. Но этот парень многое может выдержать. И все равно идти вперед. Барбоза вряд ли его одолеет. Гейджи. Без сомнений. Барбозе будет сложно справиться с его стилем. Гейджи всегда пропускает очень много ударов, поэтому я выбираю Барбозу. Это еще один очень сложный бой для Джастина. Мне кажется, ему нужно что-то менять. Столько ударов в голову дадут о себе знать. Два нокаута в ряд. В очень сложных, насыщенных боях. И он снова получает в сопернике жесткого ударника. Это очень странно. Они в буквальном смысле не дают ему отдохнуть. Вспомнить даже этого парня. У него прозвище Груви. Лэндо Ваната. Последний раз они ему дали очень легкого соперника. Наверное, самого легкого даже с учетом женских дивизионов. Если Гейджи сможет держать темп на протяжении всего боя, держать ту же скорость, он сломает Барбозу. Но даже не знаю, это бой в пять раундов. К тому же Гейджи всегда пропускает много ударов. Если бы я делал ставку, я бы выбрал Барбозу. Из-за его атлетизма и скорости. Но Барбоза может быть сломлен. Каждый проигранный бой он проигрывал не из-за недостатка навыков, а из-за слома. 30 марта 2019 года нокаутом проиграл Джастину Гейджи. Свой следующий поединок Эдсон Барбоза проведет 7 сентября в Абу-Даби. В реванше против Пола Фелдера на турнире UFC 242. Безусловно, Эдсон Барбоза имеет вдохновляющую жизненную историю, о нем действительно интересно послушать. В 10 лет о нем уже снималось сюжеты местное телевидение, где молодой Эдсон крутил вертухи на камеру. На самом деле, часто Эдсона Барбозу представляют как какого-то невероятного ударника, крутящего вертухи и отбивающего ноги всем встречным поперечным. Реальность несколько прозаичней, и Барбоза представляет из себя абсолютного атлета в вакууме. Взрывной, просушенный, высокий длиннорукий, который ориентирован на кике, но из-за этого страдает от недостатков своего бокса, подтягиванием которого он и занимается все последние годы. Барбоза всегда стоит во фронтальной стойке, в отличие от тех же боксеров, стоящих в развернутой боковой стойке. У этой стойки есть две стороны медали. С одной стороны, она позволяет эффективнее перемещаться в стороны. Лучше защищаться от борьбы, быстрее пробивать удары ногами и блокировать их. А также такая стойка позволяет заряжать мощный левый хук. Но в то же время, это делает из Барбозы большую по площади цель. Центр его тела более открыт для атак, а также это снижает его эффективность джеба. Из-за фронтальной стойки Барбоза нетипичный джеббер из бокса. Хотя это его основное оружие в стойке, наряду с лоу-киками. Он почти не использует джеб, как основу для комбинации руками. Также Эдсон не бросает джеб, чтобы выманить оппонента на атаку или сконтрить его. В случае Барбоза задача его джеба – прощупывание дистанции и угроза голове, чтобы оппонент поднял руки и думал о защите лица, пока Барбоза пробивает лоу-кики. В то же время Эдсон при прессинге оппонента пытается джебами держать соперника на расстоянии, чтобы успеть уйти в сторону. Но он не разворачивается на передней ноге, смещаясь слева от себя, как это любят делать, похожий стилистический альдо. Поэтому для Барбозы джеб не более чем элемент поддержания дистанции и прессинга соперника. Для последующего – отбитие ног. Бокс всегда был и остается главной ахиллесовой пятой бразильца. Как ясно всем показал Федор Емельяненко еще в 2005 году в бою против Мирка Крокопа, кикера нужно заставлять отходить назад, не давая ему работать ногами, и жестко бить ему по корпусу, так как удары ногами напрямую зависят от выносливости. И начав выдыхаться, кикер остается без своего главного оружия. Стоило сопернику Эдсона перестать отходить и начинать давить на Барбозу, бразильец был вынужден зарубаться на руках, в частности правой рукой. Ранее правый оверхенд был главным контратакующим приемом Барбоза в стойке. Если на джеб оппонента он может отвечать своим джебом или пробивать лоу-кики под переднюю руку соперника, то что ему было делать против удара правой? Приходилось зарубаться на правых. При этом Барбоза страшно проваливался, и это было для него главной проблемой, пока Эдсон не принялся за оттачивание своего левого бокового. На самом деле это универсальный удар, и можно контратаковать практически любой удар соперника, включая удары правой и даже джебы. В боксе этот удар является королем контратак, еще и потому, что после его нанесения боец остается в нейтральном положении, а не проваливается, и поэтому тут же способен к продолжению комбинации. Стоило Барбозе отточить свой левый боковой, и угроза давления от соперников и проблема с разменами сильно уменьшилась. Благодаря этому Барбоза в боях с Малендесом и Петтисом довольно уверенно себя чувствовал в любой ситуации. Как уже говорилось, Барбоза всецело ориентирован на удары ногами в бою. Наиболее он известен за свои лоу-кики, которыми прикончил аж двух соперников в UFC. Эдсон мастерски отбивает соперникам ноги, лишая их мобильности, возможности мощно бить руками или эффективно бороться. Немаловажную роль в его успешности играет подготовка лоу-киков джебом, но основное отличие Барбоза от большинства – он держит правую ногу на носке. Если вспомнить бой Флойда Мэйвезера и Коннора Макгрегора, одним из основных приемов Флойда, принесших ему успех в бою, был удар правой с носка. Та же аналогия с лоу-киками Барбоза. Лоу-кик идет с носка, и у противника мало шансов от него защититься. Также Барбоза в стиле Жозе, Альда и Лилиот и Мачиды полностью не разворачивает опорную ногу при кике, что уменьшает время возврата ноги-стойку после лоу-кика. Вот почему его и не валят на землю после лоу-киков, соперники не успевают поймать ногу. Кроме лоу-киков существует огромное количество различных ударов ногами, и некоторые из них вполне способны нивелировать недостатки бокса бойца, если он сможет заменить некоторые удары руками соответствующими удары ногами. Несмотря на бэкграунд в тайском боксе, Барбоза прежде всего кикер, которому требуется свободное пространство. Поэтому он боится клинча как огня, и совершенно не работает из-за тайского захвата головы соперника. Он просто предпочитает быстро выходить из клинча. Еще меньше Барбоза жаждет переходить в партер. Физически он просто зверь. Большой, сильный и взрывной боец. Но грэплинг требует именно силовой выносливости. То есть ты должен подолгу удерживать соперника сверху или взять и затягивать его со спины. Все это совершенно не нужно взрывному кикеру. Получается, что в реальности весь арсенал Барбоза в стойке и на земле довольно ограничен набором буквально нескольких базовых приемов. Но атлетизм и дисциплина Эдсона спасают его. Его дисциплина заключается во многом в движении на ногах. Причем не в дурацкой беготне от соперника, а в грамотном, постоянном смещении в стороны. Конечно, здесь тоже не без проблем. И от двойного джеба он сразу перекрывается и отходит назад по прямой, что является лайфхаком для соперников, чтобы прижать его к сетке. Но многие ли владеют двойным джебом в ММА? Как итог, если разбирать все его технические моменты и арсенал, то в лице Барбоза мы получаем кикера, который наиболее эффективно действует, притсингуя соперника джебом и пробивая лоу-кики. Он совершенно не желает в бою бороться или работать в клинче. Эдсон не любит, когда на него давят и пытается держать оппонента на дистанции джебом. Либо ловить противника на входе круговыми ударами ногами, вертухой или коленом в прыжке. Если с ним пытаются зарубиться, то он хорошо контратакует левой, останавливая атаки. Больше всего проблем бразилиц испытывает, когда против него работают двойным джебом, что заставляет его перекрываться и отходить прямо назад, что открывает его для прохода в ноги у сетки или удара правой. На земле Барбоза далеко не технарь, но он знаком с элементарным андерхуком и способен за счет взрывных действий отталкивать соперника и быстро вставать. У Эдсона возникают проблемы с тем, чтобы выдерживать трехраундовый бой, если его все время прессинговать с ударами или в начале боя повалить и удерживать на земле хотя бы раунд, пока он не выдохнется и не станет менее эффективен в стойке. Но опять же, если он сумеет пробить свои лоу-кики, то прессинговать его или бороть уже значительно тяжелее. Как признается сам Барбоза, главной опорой и вдохновением для него является его жена Бруно, которую он безмерно любит и которая всецело помогает ему с карьерой в ММА, давая не заботиться ему о бытовухе и сконцентрироваться только на тренировках. Ссылочки также в описании. Продолжение следует...